Коллективное письмо водителей, уставших от поборов, упавшей в обморок. Сотрудник ДПС, камеры слежения, пятитысячная купюра для протирки полосатого жезла и батонной колбасы в качестве взятки. Это не сценарий комедии абсурда, а рабочие будни сотрудников ГИБДД. По итогам подобной трудовой деятельности теперь задержаны почти все работники этого поста ДПС в Хабаровске. Рабочий день на этом посту ДПС при въезде в Хабаровск начинался с ритуала. Суеверный инспектор потерял жезл регулировщика пятитысячной купюрой. Точно так же делают продавцы на рынке, чтобы была хорошая выручка, а не глазит банкнотами товар. Все происходящее на посту почти полгода фиксировала скрытая камера видеонаблюдения. Ее установили сотрудники подразделения собственной безопасности. Для нечистых на руку дорожных полицейских это стало полной неожиданностью. Об этом следователи сообщили им прямо на построении. В тот момент один из подозреваемых даже упал в обморок. Шестеро сотрудников были задержаны. Причем это произошло на разводе личного состава при заступлении на очередную смену. То есть в присутствии и руководства подразделения, и коллег злоумышленников. Вместо штрафа они предлагали дать взятку. Убеждали, это и быстрее, и обойдется дешевле. Камера видеонаблюдения зафиксировала 24 эпизода преступления. На этих кадрах четко видно, как водитель кладет купюру в книгу правила дорожного движения и передает ее обратно инспектору, получая свои водительские права и едет дальше. Суммы взяток были разные. Один из эпизодов их преступной деятельности инспекторов, это было задержание водителя с подозрением на состояние опьянения. С целью непроверки его у врача-нарколога и на тестере, предложили заплатить денежные средства. Водитель заплатил им 30 тысяч рублей, после чего был отпущен инспекторами ДПС. В числе задержанных инспекторов даже были те, кого награждали грамотами и благодарственными письмами. Не жалея себя, они работали в морозы и под дождем, днем и ночью. И только теперь стало понятно, откуда это рвение к работе и небывалая самоотдача. По версии следователей, на этом посту инспекторы ДПС брали взятки не только деньгами. Когда у одного из водителей не оказалось с собой наличных средств, ему предложили заплатить грузом. Мужчина возвращался с мясоперерабатывающего завода и из-за отсутствия тахометра рассчитался двумя палками копченой колбасы. Следователи провели большую и кропотливую работу. Они установили личности всех водителей, кто платил взятки. 24 дальнобойщика из разных регионов страны уже осуждены за дачу взяток. Шестеро инспекторов уволены и сейчас ждут начала судебного процесса. А под следствием находятся еще не менее 10 сотрудников ДПС. Руслан Бекбулатов, Алексей Шеян, Кристина Иванова, Первый канал, Хабаровский край.